Так, ну поехали. Вебинар называется «Как работать с иностранными песнями». Я его готовила специально для вокалистов, а также для тех, кто любит просто петь, может быть, ходит в караоке, занимается вокалом сам. И будет эта информация также полезна педагогам по вокалу, поскольку педагоги вокала, как я успела заметить, далеко не часто владеют иностранными языками, а использовать их приходится в своей работе. Так, еще раз я вам скажу, что разница во времени присутствует, хоть это и прямой эфир. Я вижу ваше сообщение с задержкой, доходит до полутора минут эта задержка, но тем не менее связь есть, так что пишите. Как я вас уже попросила, мне ответить на вопрос. Вот еще раз напомню вопрос, кто какой язык учил. Мне эта информация будет полезна, поэтому вас прошу написать мне, кто еще не написал. И для начала расскажу немножко, кто я, почему я вообще этот вебинар решила сделать. Так, вот вы сейчас видите, кто я такая. Я заканчивала музыкальную школу в пути от иностранных языков, изучала французский, английский, язык ульяновский это было. Занимаюсь музыкой, вокалом несколько лет, уже довольно давно. И эта тема музыкальная и языковая, она меня интересует. Я использую эти знания и в своем собственном, в своей собственной практике. И бывает так, что помогаю другим людям освоиться и понять какие-то вещи, которые касаются использования иностранных языков в музыке, в песнях. Вот сегодня я буду немножко останавливаться в речке, потому что технически не очень это все легко. К сожалению, громоздко все это выглядит очень. Но стараться доступно все объяснять. Ну, вы видите, что я училась много и продолжаю учиться, чтобы совершенствовать себя в музыкальном и языковом смысле. Я выступаю на разных мероприятиях, участвую в музыкальных постановках Краснодарского театра «Пробудение». Это частный театр. И мы делаем постановки периодически. Вот сейчас готовим удивительную историю русалочки. Она будет, правда, все на русском языке. Но до этого постановки, которые мы делали, в них использовались разные языки. И мне вот довелось петь на французском в первых двух постановках наших. Вот как раз на фотографии справа вы видите кадр из моего выступления. Ну, и я горжусь особенно тем фактом, что несколько лет назад был конкурс каверов «Брэно Пельтье». Я его проводил в России для российских фанатов. И так мне повезло. Я там выиграла. Вот в левом нижнем углу видите фотографию. Она, конечно, ужасного качества, потому что у нас видео сделала скриншотом. Так что вот мне довелось постоять на одной сцене с «Брэно Пельтье». Я очень этим горжусь. Хотя мы и не спели вместе. Вот. Значит, тема вебинаров выбрана не случайно, а поскольку люди интересуются очень тем, как им работать с песнями на иностранном языке, и за ней его не знают. И также бывают такие ситуации, когда люди язык знают, но не могут по какой-то причине нормально использовать. Не понимают, как какие-то конкретные звуки произнести. Не понимают, почему слово в песне произносится совсем не так, как оно, по идее, должно бы произноситься. И в словаре, например, транскрипция не совпадает. Так, сейчас проверю чатики быстренько. Все тихо и спокойно. Хорошо. Дальше идем тогда. Проблема существует, как вы видите. Очень часто так бывает. Вы прекрасно можете петь, у вас замечательные данные, слух, или вы очень много лет занимаетесь, добились прекрасных результатов, когда вы поете на своем родном языке, то все хорошо, зрители балдеют, они вас слушают с удовольствием. И им нравится то, что вы делаете. Но когда вы поете на иностранном, часто можете наблюдать такие лица не самые воодушевленные. Многие скептически вообще воспринимают, когда кто-то поет на неродном языке и сами могут не понять, о чем вообще речь идет. Восприятие зрителей очень важно. Как вы сами понимаете, вы работаете прежде всего для них. Мало кто учится петь для того, чтобы просто это делать перед зеркалом в одиночестве. Очень важно поэтому обращать внимание на то, каким образом вы произносите слова и насколько точно ваше сообщение доходит до зрителя. Часто так бывает, что вокалист не знает язык вообще, на котором собирается петь. или он его учил в школе, например. Не очень ему повезло с преподавателем. Или с преподавателем, может, повезло, но сам ученик был не слишком прилежным. Разные бывают ситуации. И так бывает часто, что потом этот человек начинает учиться вокалу, и вдруг оказывается, что ему нужен все-таки язык, который он когда-то учил, или какой-то другой. Ну и вот как выходят обычно люди из положения. По крайней мере, я чаще всего это видела. Именно такой выход выбирают. Пишут русскими буквами. Ну или, не важно, на родном языке, в общем, пытаются записать максимально приближенно, как звучит текст песни. Получается обычно это очень все приблизительно. Вот какие-то такие вещи выходят, как вы видите на фотографии. Фотографию в интернете обнаружила я. И есть масса подобных снимков. Есть даже сайты. Я специально вот смотрела и искала, что, как люди выходят из положения, когда им не знакомы никакие символы, кроме как своего собственного языка. Они пишут вот такие вот себе шпаргалки. Конечно, при этом совпадение фонетическое очень отдаленное. И, ну, я думаю, что вам понятно, и без моего даже тут мнения особого не нужно, что, когда вот поют с такой вот шпаргалки, получается очень странно, поменьше или странно. И слушать это не очень-то хочется. Почему так выходит, и почему я крайне не рекомендую вот так вот делать и заниматься по таким шпаргалкам, написанным на русском языке? Во-первых, причины очень простые. Во-первых, потому что другая система обозначений присутствует в других языках. В русском это кириллица, в многих европейских языках латиница используется, и так далее. Языков очень много, систем обозначения тоже много. Во-вторых, не рекомендую, потому что язык другой, сам язык другой. И поэтому то, как работает артикуляция, то, как работают органы речи вашей, отличается от привычной вам работы на русском языке. Это нужно обязательно знать. Вот, может быть, кто-то из вас видел выступление Лары Фабьин. Она некоторое время назад начала часто приезжать в Россию и работать вместе с Игорем Крутым. И пела, по крайней мере, не раз я это видела, она пела «Любовь, похожая на сон», песню Табачёвой. Вот вроде бы всё неплохо, часть слов она говорит очень похожа, но как-то всё равно не совсем вот себя ощущаешь комфортно, как зритель, потому что внимание смещается с того, о чём эта песня, на то, как именно она произносит слова, насколько вообще ей это удаётся. Случай Лары Фабьин не самый, на самом деле, плохой, потому что бывает, что вокалисты намного-намного сильнее коверкают слова. И я бы даже Лару Фабьин в некотором плане в пример ставила, поскольку то, как ей удаётся произносить русские слова, это уже очень даже неплохо. Но я, конечно, считаю, что надо всегда стремиться в этом отношении к лучшему. Так, идём дальше. Ну вот многие задаются, да, кому, какое дело, как я вообще пою на иностранном. Мне же нравится эта песня, я слова учил, всё хорошо. И я хочу вот в связи с этим сказать, что очень важно стремиться к отклику зрителя. А отклик, он по-разному происходит, но в основном он приходит через проживание. Среди зрителей, кроме прочего, могут быть люди, которые язык, на котором вы поёте, учили, и учили его хорошо. Может быть, они его учили не только в школе, но и в других каких-то учебных заведениях. Может быть, они ездили в страну, в которой говорят на этом языке. Может быть, они вообще носители этого языка. Это обязательно нужно учитывать. И у таких зрителей всегда будет повышенная требовательность по тому, как вы звучите. Нужно это понимать. Также, поскольку, я думаю, здесь присутствуют те, кто вокалом занимаются, я думаю, вы знаете, что когда вы занимаетесь вокалом, преподаватели обращают внимание на то, как вы артикулируете родные звуки, казалось бы, вашего собственного русского языка. И как бывает нелегко переключиться с того, как вы говорите на языке, на то, как вы поёте на языке. То же самое происходит в иностранных языках. Для примера могу вам сказать, что, например, в консерватории Новой Англии вокалисты занимаются дикцией в течение двух лет. Я полагаю, что примерно столько же, ну, плюс-минус занимаются и в других учебных заведениях профессиональных. Поэтому нужно всегда помнить о том, что это очень важный аспект. И если вы это делаете хорошо, вы тем самым выражаете уважение к своему зрителю, к слушателю, к своим фанатам. Ну, и делайте таким образом всё, чтобы они у вас появились. Когда вы выходите на уважение к зрителю и слушателю, очень важно не забывать про сам язык как таковой. Отмахнуться, сказать, что ну, говорит там кто-то на нём, ну, ничего страшного, я вот спою вот так вот сейчас, как мне нравится, и всё. Люди послушают, они же знают эту песню, музыка им нравится, и всё будет отлично. На самом деле, всё-таки есть момент уважения к самому языку, поскольку есть всегда какое-то количество людей в мире, которые на нём разговаривают, и есть вероятность, что когда-то вы окажетесь среди этих людей, или они окажутся рядом с вами. И, кроме прочего, очень важно ваше уважение к музыке как таковой. Музыка, возможно, для кого-то это будет открытием, но музыка – это тоже язык, причём язык очень древний. Один, ну, точнее, это самый древний язык. Цель музыки – это общение и взаимодействие. Соответственно, если что-то мешает достижению этой цели, нужно обязательно это прорабатывать, относиться к этому серьёзно. И язык не должен вам мешать и отрицательно влиять на качество вашего звука. Очень часто бывает, к сожалению, так, что человек поёт хорошо, например, гласную какую-то одну. Стоит немножко изменить эту гласную, сделать её непривычной, всё, уже не получается хороший звук. Или с согласными то же самое. С этим нужно обязательно работать, поэтому вот давайте подробнее. Сейчас посмотрим. Если вы всего этого добиваете, соответственно, ну, вы молодец. И зрители вам аплодируют, кидают цветы и плачут от счастья. Так, идём, значит, дальше. Есть решения, и люди выбирают разные решения обычно, когда они сталкиваются с этой проблемой. Я думаю, часть из них вам знакома, раз вы здесь слушаете меня. Ну, самое простое, это хорошо учиться в школе. И, в общем, многие так и делают, но проблема в том, что не всегда люди заранее знают, что они потом будут применять язык, которому их учат в школе. И поэтому не всегда это работает. Есть сложный и долгий путь. Это выучиться на факультете иностранных языков. В общем, на это пойдёт крайне мало кто. И чтобы выучиться на факультете иностранных языков, нужно потратить очень много времени, как вы понимаете, и сил. Поэтому это не всем, конечно же, годится. Тоже такой вариант, который не всем подходит, это учиться идеальному копированию на слух. Я думаю, что все вы видели или слышали попугайчиков, которые умудряют, совершенно не зная языка, копировать просто то, каким образом звук воспроизводится. И при этом у них получается часто очень похоже это делать на... Похоже получается на речь, на настоящую, осмысленную. Хотя на самом деле они не понимают, что они говорят. тут интересный есть момент. Возможно, для вас это тоже будет ново, но вот факт в том, что в мире большинство языков, на которых люди говорят, тональные. Тональные языки задействуют высоту тона. И в зависимости от того, на какой высоте произносится один и тот же там звук какой-то или слог определяется его значение. То есть высота тона в этих языках появляется смыслообразующим компонентом. Среди этих языков большинство языков в Африке, в Азии, например, китайские, вьетнамские языки. В китайском, например, четыре тона, если я не ошибаюсь, используются. В вьетнамском шесть. Эти языки очень сильно влияют на слух человека. И когда маленький ребенок учится на этих языках разговаривать в раннем детстве, практически во всех случаях, в 100% случаях у него формируется абсолютный слух. Это ему в дальнейшем помогает как раз отработать как попугайчик и копировать вообще с огромной точностью любую совершенно речь. Мы маленькие все, независимо от того, тональный язык у нас или нет, обладаем очень-очень тонким слухом. Практически все детки маленькие обладают абсолютным слухом. Потом, в зависимости от того, нужен он или нет в языке, он может остаться и тренироваться дальше, совершенствоваться, либо он может потеряться. но вот меньшинство среди которых находятся и носители русского языка общаются на нетональных языках. В Европе также и в Северной Америке абсолютный слух встречается очень редко и людям таким, как мы очень сложно бывает в связи с этим копировать языки и какие-то звуки отдельные. Так, дальше идем по поводу решения. Ну, это очень сложный вариант. Вы можете, конечно, пытаться это делать и говорить, что все критики ничего не понимают и они просто сами не пробовали и они не имеют права вам высказывать свое мнение по поводу того, как именно ваш язык звучит, насколько он близок к настоящему. И можете пытаться в них воспитывать смирение, но, к сожалению, это невозможно. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Есть еще такой вариант, вы можете вступить в Беркли или в другое какое-то музыкальное заведение, очень известное. Ну, тогда опять же потратите много времени и денег, кроме прочего, потому что обучение в таких местах очень дорого стоит. Есть еще такая распространенная практика, люди заводят себе иностранных друзей, раньше были друзья по переписке, сейчас собираются многие вместе разговаривают на языках. К сожалению, это тоже часто проблемы не решает. Почему? Потому что речь и вокал, то есть певческая речь, они отличаются друг от друга. Есть также случаи, когда необходимость стремиться к избавлению от акцента и вообще к освоению какого-то языка смысла нет. примером могу привести я думаю достаточно известного певца Петра Налич, но все-таки это воспринимается больше как шутка, когда поет с ярко выраженным акцентом, когда наплевательски совершенно относится к звукам и к каким-то принципам произношения базовым. Но это звучит забавно, поэтому если вы будете петь таким образом, вам не стоит рассчитывать на серьезные отношения. Но с другой стороны, если ваша песня на самом деле забавная, почему бы и не? Но я думаю, есть еще у каждого какие-то, наверное, варианты, которые вы использовали когда-либо. Так, сейчас, секундочку. Она показалась, я думала, у меня сообщение, но нет. Так, ну и прекрасный вариант вообще ничего не делать, просто игнорировать, который, к сожалению, тоже не работает. Так, будем работать с этим всем, поскольку однозначно решения проблемы нет, я вам предложу кое-какие способы, как с этим всем бороться. Ну, план вы можете посмотреть, по которому мы будем сейчас работать. Сперва мы поговорим о фонетике, о том, как она влияет на качество звука, затем об особенностях русской фонетики, потом об английской фонетике поговорим, о французской и о том, как работать с текстом песни. Напомню, что вопросы, пожалуйста, задавайте, если они у вас будут появляться, я буду после каждого блока делать небольшую паузу и просить вас мне написать, если есть какие-то вопросы. Ну, давайте начнем. Как фонетика влияет на качество звука? У нас первый наш раздел. Возможно, кому-то неизвестно, что такое фонетика. Фонетика это раздел лингвистики, он изучает звуки речи, звуковое строение языка, то есть слоги, закономерности соединения звуков в цепочку речевую, сочетание звуков, ударение, темп речи, тон, если это применимо к изучаемому языку, и разнообразные другие звуковые явления. Фонетика рассматривает работу произносительного аппарата, также рассматривает акустическую характеристику звуковых явлений и то, как это воспринимается носителями языка. То есть, как вы видите, эта наука очень тесная, в теснейшем оборудовании связана с вокалом. Так, когда вы заходите куда-нибудь в Википедию, например, и хотите разобраться в вопросе, часто вот вы можете столкнуться с такими сложностями. Схему, например, вот этой из Википедии я взяла, ничего тут не сочиняла, не приписывала, куча какой-то, каких-то названий непонятных, экзолобиаль, эндолобиаль, денталь, что это вообще такое, почему-то в русской статье Википедии вот почему-то все на английском, ничего не понятно. Слишком, во-первых, много информации, во-вторых, часто бывает, что дезинформация появляется. Вот я, например, когда готовилась к этому вебинару, я нашла такую фразу, я не буду вам говорить, где именно, потому что я, во-первых, не записала, во-вторых, вы это пусть останетесь уже на совете тех, кто это написал таким образом. Цитирую. Певцу надо разработать дикцию звуков таким образом, чтобы не задействовать гортань. Достичь этого на практике можно так, успешно выполнив произношение одного из гласных, предлагают произвести следующий, потом совместить один звук другим, причем глубина рта должна оставаться неизменной. я надеюсь, я надеюсь, что среди слушателей этого вебинара вот сейчас все понимают, что глубина рта не меняется, это неизменная в принципе величина, и я полагаю, что только под влиянием каких-то физических травм она может измениться. Подобных вот вещей, к сожалению, в интернете много, поэтому нужно фильтровать обязательно, что вы читаете, но не всегда это бывает возможно, я это понимаю. главный принцип вебинара любого, не только того, что я вам сейчас показываю, это говорить только то, что надо знать вашей аудитории. То же самое я считаю необходимо обязательно применять в обучении, всегда ориентироваться на потребности ученика, поэтому, когда вы занимаетесь вокалом или чем-то другим, всегда преподаватель должен это понимать, что вам нужно и как с этим работать. Итак, базовую информацию рассмотрим по поводу влияния фонетики на звукоизвлечение. Звук состоит из нескольких компонентов. Во-первых, это громкость, можно это назвать силой звука, она измеряется в децибелах, я думаю, знакомо вам такое понятие. Также компонент звука это частота тона, то есть высота звука, она измеряется в герцах. Третий компонент звука это тембр, также его называют окраска звука. Никакого специфического измерения нету для этого компонента. Тембр это набор обертонов специфический. Обертона это вообще очень интересная тема, я не буду на ней к сожалению останавливаться, потому что я ее очень сильно люблю и могу о ней говорить долго. Но обертона придают особые оттенки вашим голосам и в зависимости от того, каким образом, какие именно частоты в вашем голосе звучат более ярко выраженно, ваш голос обретает тот или иной тембр. если там останется когда-нибудь у нас попозже время, я вам расскажу или отдельно сделаю на эту тему вебинар. И четвертый компонент звука это длительность. Но она во времени измеряется секунды, минуты и так далее. Вот вопрос, на который я думаю вы легко очень ответите сами, это на какой компонент влияет язык? Как так вообще получилось? В принципе можете посмотреть, прикинуть, у вас наверняка уже был опыт, вы понимаете как это вообще все происходит и вы для себя наверняка найдете правильный ответ, это тембр. Больше всего он именно связан с языком и эмоционально и вашими возможностями звуковыми, поскольку у каждого человека и музыкального инструмента они отличаются. нужно об этом помнить. Ну вот например если вы злитесь или если вы радуетесь один и тот же звук может прозвучать по-другому, потому что окраска у него уже будет меняться и частоты которые будут более ярко проявляться в вашем голосе они тоже будут отличаться. можете также сравнить как звучит например горловое пение туинское и босонола. Языки используются разные и в принципе способ артикуляции настолько сильно отличается, что совершенно по-разному звучат эти голоса, даже если одна и та же нота воспроизводится. Почему получилось так, что тембр настолько сильно связан с языком? Дело в том, что язык образовывался в той или иной местности. Если вы посмотрите эту же информацию на эту тему, это очень интересно, в каждой местности свой какой-то уникальный географический ландшафт и язык создавался с тем расчетом, чтобы именно в этом ландшафте наиболее эффективно можно было совершать общение. Когда вы поете, я думаю, вы тоже об этом знаете, задействуются резонаторы ваши. Ну вот схемочка, возможно вам не очень хорошо видно, но цветом здесь выделены резонаторы, которые у нас расположены на лице. Благодаря резонаторам звук у нас получается более красочным, это наполняет его определенными тоже частотами, мы звучим более ярко, более интересно, более разнообразно, благодаря тому, что у нас есть резонаторы. Если бы у нас вообще не было резонаторов внутри тела, то звук бы был практически нулевым, то есть это был бы какой-то шепот или что-то подобное. Так, язык связан тоже с работой резонаторов, то есть в зависимости от того, на каком языке вы говорите, какой язык вы используете, резонаторы работают по-разному. вот хочу тоже ваше внимание обратить на такую интересную вещь. Вспомните согласные русского языка, попробуйте их сейчас произнести для себя, те, которые я написала б, г, д, л, л. Попробуйте произнести и прочувствовать работает у вас резонатор при этом или нет. Теперь попробуйте вот эти звуки произнести в-ж-з-м-м-м-р. Почувствуйте тоже, есть ли у вас при этом работа резонаторов или нет. Это были согласные. Полугласный звук у нас тоже присутствует в языке, это е. А теперь попробуйте произнести вот эти согласные. и другие. Я думаю, вы заметили, что последняя группа согласных произносится без всякой работы резонаторов. И о чем это нам говорит? Что когда мы поем, когда мы поем, на самом деле, несмотря на то, что говорят такое вот мнение бытует, что петь необходимо только гласные, на самом деле, это не совсем правда. Можно распевать также согласные, которые при произнесении которых работают у нас резонаторы. И вот если вы посмотрите на вторую строчку, где у нас написано есть даже распевки специальные на эти именно звуки. И они тренируют тоже определенные органы, добавляют вам навыков вокальных. И опять же вы можете наверное припомнить, что барды частенько поют согласные. Например, в конце слова они могут потянуть букву М, что-нибудь спеть типа Дом, Высоцкий например любил очень распевать Р и так далее. Таких очень много случаев. А вот звуки коварные очень, которые у нас внизу написаны КПТЦЧ вот эти вот, они часто нам мешают, когда мы работаем с микрофоном. и эти звуки чаще всего это звук П. Он дает такой эффект щелчка и необходимо тренироваться делать его таким образом, произносить его таким образом, чтобы сила выдоха была минимальной. Дело в том, что сила выдоха на разных звуках отличается. Меньше всего мы выдыхаем на гласных, а больше всего на глухих согласных. Особенно на тех согласных, которые мы не можем потянуть, они выписаны во второй строчке снизу. То есть мы не можем длительное время произносить ни один из звуков, который соответствует этим согласным. Обратите внимание, что когда мы шепчем, разница между согласными парами стирается. Если вы шепотом произнесете согласный В и Ф, то это будет одно и то же. Вы не поймете разницу. шепот понимаем только по окружению, по контексту. То есть мы распознаем, какой именно звук звучит, благодаря тому, какие рядом с ним вы находите. Что касается звука Р, то он у нас в языке может произноситься как с выключенным, так и с включенным резонатором. Вы можете сами попробовать, его очень легко шепотом тоже произнести, не задействуя вашего голоса. Ну и яркий пример по поводу того, что необходимо контролировать силу выдоха. Это такой вот мультик есть про приключения Каптана Врунгеля. Прекрасный там такой персонаж, у него дефект какой-то, я уже не помню точно, что именно он. То ли он заикался, то ли что. В общем, он говорит очень эффектно поднять паруса, он плюет каждый раз на этот звук. Вот это я думаю многим вокалистам нужно об этом помнить, чтобы не допускать таких вещей. Теперь, что нужно знать именно вам, что нужно знать вокалисту, когда он работает с языком. Во-первых, как я вот уже говорила, музыка это язык. Об этом нужно всегда помнить, потому что это очень важный момент для того, чтобы цель у вас выполнялась и вы доносили сообщение свое до зрителя. язык образовывался не сразу. Он создавался постепенно и язык представляет собой набор определенных соглашений. Люди, например, видели какую-то зверушку, переглянулись и решили, что она будет называться звуком «ня», например. и все. Как только соглашение заключено, дальше уже можно говорить о том, что существует определенный язык. Соглашения достигаются этим как в отношении каких-то конкретных звуков, так и в отношении других более крупных звуковых единиц. цель музыки, как тоже я уже говорила, это общение. И, соответственно, любое общение основано на соглашении. Если не было раньше в нашем языке принято какого-то соглашения относительно определенного звука или слова, то я не смогу его использовать для общения. Если, например, я увидела какое-то новое явление для себя и решила, что оно будет определенным образом называться и нашла человека, ему сказала, что вот это я видела и оно называется вот так вот, то, опять же, дальше у нас начинает происходить введение этого понятия или звука в язык. К двум годам дети уже полностью овладевают соглашениями о том, какие звуки, например, приятны, а какие нет. и вот эти моменты о соглашениях, они очень рано в возрасте усваиваются людьми. Так, ну и вот я здесь пометила тоже, но это мое личное понимание, я не знаю, может быть, кто-то еще придерживается такого мнения, я не искала, что язык это еще и средство передачи энергии. и для музыки это особенно важно это понимать, я так думаю, поскольку когда вы поете что-то, нужно помнить, что у вас есть два пути для передачи вашего сообщения, это язык и это звук, то есть музыка, ее можно обособленно воспринимать, и язык, который тоже можно воспринимать обособленно, ваша задача их согласовать. Соглашение соответственно это реальность, которую мы разделяем с кем-то. Дальше понятие, которое необходимо, чтобы полист знал, это артикуляция и дикция. Вот я долго не могла для себя разобраться, какая разница, я помню, когда я начинала в этом разбираться, что же такое, вроде это одно и то же. В итоге я все-таки поняла, что артикуляция обозначает процесс производства звуков, а дикция это уже результат, то есть дикция рождается в результате артикуляции. Дикция мы называем степень отчетливости в произношении слова, слогов в речи, в пении и так далее. Так. И вот артикуляционный аппарат это соответственно органы, которые формируют звуки речи. Можно называть проще речевой аппарат. Вот можете на картинке посмотреть. Я думаю, вы и сами знаете, что в артикуляционном аппарате каждого человека задействовано несколько органов, губы, язык и так далее. чтобы вы понимали и попробовали тоже я бы хотела попробовать, попробуйте, пожалуйста, в своем месте произнести звуки т-з-н-р. И вы поймете, обратите внимание, вот как работает ваш язык. Он совершенно по-разному разных мест касается. То он вибрирует, то не вибрирует. Иногда детки неправильно выговаривают какие-то звуки. Их тогда к логопеду отправляют, логопед им объясняет, как именно надо что-то выговаривать. Я, например, не выговаривала букву Л, то есть звук Л я не выговаривала до определенного возраста. Л я говорила правильно, а Л нет. Вот меня отвели к логопеду, логопед послушала, как я его говорю. Я его говорила вот таким вот образом. Я не знаю, насколько передается через микрофон звуковая разница. Так вот, логопед разобралась, что я неправильно артикулирую, объяснила мне, что нужно немножко иначе языком работать. И когда я поняла, все, проблема для меня решилась. То же самое касается всех других языков. Но часто люди просто даже понимают, как именно им надо произносить какой-то звук, они просто ленятся это делать. Так бывает, особенно, когда уже в более старшем возрасте они эту разницу узнают. Вот по поводу аппарата нашего артикуляционного тоже одно из важных понятий, которые, возможно, вы не встречали. Это альвеолы. Но его знают обычно те люди, которые язык изучают глубоко. Это бугорки такие в ротовой полости. они между верхними передними зубами и передней частью него расположены. Есть также и внизу альвеолы, но обычно, по крайней мере, во французском и английском о нижних альвеолах крайне редко когда заходит речь. Поэтому, если вы видите альвеолы, значит, обычно речь идет о бугорках за верхними вашими передними зубами. Так, дальше, что еще нужно знать? Есть нормы произношения определенные и это тоже в общем определенные соглашения. Вот в нашем русском языке за норму произношения взята московская была когда-то. Сейчас это немного изменилось, потому что очень распространился интернет и информация передается совершенно не так, как это было раньше. Нету такой приверженности к эталону, как это было раньше. и люди сейчас поют более разнообразно и более отдаленно от ранее принятой нормы. Например, вот вы можете послушать, как поет Катя Айова, Катя Иванчикова. Она родилась в Беларуси, у нее очень специфическая манера произношения. Или Иван Дорм, который родился в Челябинске и жил в Украине. Очень отличается это от московского от московского говора. Ну так вот к чему, к каким соглашениям пришли в итоге вокалисты и люди, которые вокал преподают. Первое это пение гласных. Я об этом уже упоминала, еще раз скажу, принято все-таки распевать гласный в нашем языке. Также одно из соглашений заключается в том, что активность артикуляционного аппарата при вокале выше, чем при речи. Я думаю, вы тоже наверняка с этим сталкивались на своих занятиях вокалом, когда преподаватель обращал внимание на проблемы с тем, что у вас например ленивый рот. По-разному говорят. Мне тут пишут, что мультик неправильный назвал «Остров сокровищ». он назывался. Возможно, я ошиблась. Спасибо, Лариса. Так, ну и вот подсказка Ротару. Да, Ротару тоже, конечно, отличается очень то, как она говорит, то, как она поет и то, как говорят в Москве, например. Так, дальше по поводу наших соглашений. Ну вот, о норме я уже сказала. ориентир все-таки для нас это такой нейтральный русский. Сейчас в основном тот, который больше всего распространяется из средств массовой информации и в основном это все-таки московские русские. Хотя сейчас это не так жестко, как раньше. Возможно, есть еще какие-то соглашения, которые я не упомянула, но я вот просто считаю, что это самое важное. Думаю, если порыться, может быть, еще какие-то надо найти, можно будет найти. В итоге сейчас пришли мы к чему в вокале в современном мире самыми важными показателями являются для вокалистов красота, естественность и удобство. Вот к таким моментам, к такому заключению пришли люди, которые поют. Ну, еще раз я вам напомню, что певческая фонетика отличается от разговорной во всех языках, которые мы сегодня будем рассматривать. Это относится и к русскому, и к английскому, и к французскому. И я, хотя я не знаю глубоко другие какие-то языки, я уверена, что это же правило применимо и к остальным тоже языкам мира. Так, если есть какие-то вопросы у вас, пожалуйста, их задавайте. Сейчас мы раздел закончили. Пока никто мне ничего не пишет. Дальше мы с вами поговорим по поводу русской фонетики. Мы уже, в общем-то, ее затронули, потому что русский для нас родной язык и удобнее определенные вещи объяснять именно на родном языке. Если вопросы появятся, пожалуйста, пишите. Пока не нужно никаких. Ладно, идем дальше. Времени будем терять. О русской фонетике поговорим теперь. Потому что, когда мы поговорим о русской фонетике, вы обнаружите определенные вещи, на которые вы, возможно, раньше внимания не обращали и вам будет понятнее, почему так или иначе работает вокалист, когда он поет на иностранном языке. Так, русский. Вот я такую картиночку выбрала, акварельные круги. Видите, наверное, хорошо их, надеюсь. В общем, каждый круг проникает краской из каждого круга в соседние, перетекает, и это влияет на то, какого цвета становится в итоге круг. Почему я такую картинку выбрала, сейчас вам объясню. В русском языке звуки подвергаются очень сильно взаимовлиянию, и они изменяются в зависимости от того, какое занимает место. Слова для примера, которые ярко это отображают, звуки зелененькие, то есть не звуки, в данном случае буквы я выделила, чтобы вы обратили внимание, как вы произносите эти звуки, в словах соответствующие мягкость, мы говорим не г, а х, мы говорим не ст, а ст, то есть с у нас становится мягким в слове сказка з у нас оглушается, мы произносим с вместо з, в слове отдал вместо т мы говорим д, потому что соседний у нас идет звук д, в слове дожди, вот кто как опять же говорит, это возвращаясь к норме, возможно, вы слышали, многие любят очень говорить дожди и петь тоже так же это тоже вот взаимовлияние в общем-то это не ошибка это один из вариантов произношения этого слова также в некоторых говорах например в Рязанском любят смягчать согласные в похожих словах например борщ и так далее хотя это уже такой вариант более сельский я бы сказала что нужно знать здесь по поводу взаимовлияния есть несколько понятий в принципе вам знать не обязательно но вы можете с ними столкнуться когда будете заниматься одно из них это ассимиляция это уподобление одних звуков другим в русском языке ассимиляции подвержены согласно как раз при условии мягкость это вот яркий пример ассимиляции бывают более сложные варианты ассимиляции например без щита я сейчас специально говорю четко потому что когда я не стала делать особого акцента то получилось бы без щита и вы слышите что совсем по-другому звучат звуки в этом слове извините за тавтологию и ассимиляция происходит такая тотальная то есть по мягкости и по участию голосовых связок и по месту образования есть также такое у нас явление когда при произнесении согласного перед огубленным гласным например огубленный гласный это о губы у нас принимают такую форму круглую мы делаем губотрубочка вот есть такое явление когда перед таким гласным согласным мы тоже произносим уже заранее принимая округленную форму например к оле да если мы скажем то получится к оле у нас на звуке к уже губы скруглены в трубочку вот в русском это присутствует теперь давайте дальше разбираться несколько примеров я вам хочу показать известные песни вот мне тут подсказывают полина подсказывает что в японии согласные распевают так же как и гласные особенно звуки и ну вот я японский совсем не знаю и друзей японских у меня нет поэтому знакомо мне это явление спасибо информацию так давайте по примерам посмотрим песня такая была очень раньше популярная группа корни ее пела обратите пожалуйста внимание на те буквы которые я выделила цветом или которые подчеркнула мы сейчас с вами поговорим подробно что тут происходит и о чем нужно знать прочитайте пожалуйста вслух и вот послушайте как вы это произносите ты узнаешь ее из тысячи по словам по глазам по голосу попробуйте еще если там помните попробуйте это пропеть и первое на что вы внимание я думаю сейчас обратите это то что у нас в безударном положении гласные произносятся не так как-то вот особенно ярко вот желтеньким я выделила где у нас безударное положение гласных и где очень ярко слышна разница что мы произносим эти звуки как-то иначе вот звук он например в безударном положении у нас меняется на звук а например по словам то есть первым слоге мы говорим не по словам а поем а славам идет или по голосу голосу после мягких согласных ударные гласные оаэ в русском меняются на безударный звук и например вот в этой в этой в этом примере тысяча слова тысяча у нас по идее звук должен быть а там после во втором слоге буква я когда мы поем или когда мы говорим это слог ся он безударный поэтому у нас произносится си тысяча мы говорим так в конце слова звонкие согласные меняются у нас на глухие то есть в данном случае здесь зелененькая буквка нас интересует в предлоге из-за мы не говорим и не поем из-тысячи у нас оглушение происходит из-тысячи получается и дальше важный такой момент про ударение хочу с вами поговорить это явление касается всех тоже французского и английского и русского языка ударение смещается в песнях в соответствии с музыкальным и фразовое ударение главенствует над словесным ну вот я просто такой пример может быть странный выбрал не знаю все ли знают всем ли эта песня знакома но почему-то она мне первая вспомнилась потому что там ярко очень с момента ударения перекошены поется там пример так так безотказан и страсти прости холодный дождь откуда-то возник и так далее то есть последние слова прости возник в речи мы ударяем последний слот в песне в этой музыкальное ударение падает на первый слог и поэтому оно же меняется когда мы поем так что еще гласные в русском характеризуются у нас по месту подъема спинки языка это такой важный момент вы возможно тоже никогда на это внимание не обращали но вот хочу сейчас чтобы вы попробовали произнести именно не петь а произнести подряд звуки и и и и и вы обнаружите я думаю особенно если быстро это сделаете и как у вас меняется положение языка спинка языка на звуки и у нас и практически вся касается верхнего неба на средний подъем языка на язык лежит плоско внизу преобразование гласных переднего ряда к которым относятся звуки и а также передняя часть спинки языка движется к твердому небу гласные заднего ряда у нас в русском языке у и о гласные среднего ряда и а вот смотрите тут язык я такой нарисовал но как смогла здесь как раз вот пожалуйста посмотрите как в русском языке расположены гласные опять же мы так говорим когда мы поем происходит по-другому вы должны об этом помнить я думаю что ваши преподаватели с вами работали на эту тему и говорили что мы должны стремиться к единообразию ну как так примерно они могли говорить чтобы у нас примерно вот в одном и том же месте формировались все звуки чтобы не было особой разницы чтобы у не было слишком заглубленным допустим а например не было таким вывороченным ну не знаю по-разному преподаватели говорят в общем это зачем я на это внимание обращаю чтобы вы понимали насколько отличается певческая фонетика от просто фонетики языка на русском языке это понять проще всего при пении мы меняем способ произнесения гласных и все приводим к единообразию так на этом вот закончим часть русскую и перейдем к английской особенности английской фонетики сейчас будем говорить если у вас вопросы есть пишите буду смотреть отвечать так об английском теперь поговорим секундочку так что тут важно знать я упоминала что когда мы поем на русском языке артикуляционный аппарат работает у нас сильнее чем когда мы говорим когда мы поем на английском а также когда мы поем на французском артикуляционный аппарат работает еще сильнее этот будет требовать от вас дополнительного напряжения и будьте готовы к тому что у вас не все не сразу и не сразу будет получаться возможно какие-то вещи вообще очень долго не получаться это нормально к этому спокойно отнестись когда разучивают язык всегда начинают с фонетики и очень много внимания преподаватели обращают на то насколько качественно вы артикулируете если вы позанимаетесь пойдете к преподавателю и позанимаетесь фонетикой неважно какого языка другого то вы обнаружите что у вас через 20-30 минут вообще рот устает ужасно это нормальное явление когда вы поете он будет вставать еще сильнее первое время потом у вас накачаются щеки накачайте язык десны все что-нибудь и вам уже будет легче бывает сложно ну вот что важно нам знать что фонетика английского и русского языка она очень сильно отличается это по двум статьям по звукам и по способам произнесения то есть и сами звуки другие и то какие органы какие точки нёба например какие-то не знаю мышцы задействованы другие не такие как как мы привыкли так и бывает нам сложно определить вот мы слушаем какую-то песню мы даже когда язык знаем английский бывает сложно определить это вообще кто поет из какого из какого он места на земном шаре это американец или это англичанин или это может быть какой-нибудь ирландец мы знаем что языки в зависимости от того где на них говорят они звучат по-разному как в русском языке там рязанцы например говорят не так как краснодарцы или там пермики говорят не так как москвичи то же самое в других языках чем больше язык распространен географически тем больше вариаций и тем больше акцентов существует и вот очень интересное явление заключается оно в том что когда мы поем разница это стирается для вокалистов это очень удобно на самом деле особенно для тех кто язык не знает то есть есть нейтральный такой язык в котором могут присутствовать какие-то явления в нашем случае например в основном это московский язык но в принципе мы можем туда спокойненько использовать какие-то другие вариации то же самое касается английского и французского и за эталон берется то место где больше всего людей у нас это Москва в общем это все логично это центр и там очень много людей для английского языка это Америка то есть в вокале больше всего вы услышите американских элементов произношения и меньше вы услышите какой-нибудь шотландский вариант хотя да такие тоже бывают разница это стирается между акцентами и образуется некий нейтральный такой язык вот еще один пункт я пропустила по поводу по поводу напряженности я сказала вот исходное положение для английского но это условно выражается исходное положение это язык лежит на нижнем небе у нас спокойно и губы слегка растянуты вот примерно из этого положения обычно вся английская речь происходит акценты нейтрализуются почему это происходит за счет музыки большинство это вот интересный такой момент большинство англоязычных артистов даже не осознают что они поют не так как говорят хотя вот бывают и такие которые намеренно удерживают свою манеру говорить в пении это вот кантри певцы например другие они хотят особым образом зацепить своего зрителя и часто это приводит к тому что смешиваются акценты и получается какой-то такой микс непонятный ну вот его называют нейтральным английским так да это были основные факты почему-то не знаю это должно было быть сначала написано не важно так дальше давайте пойдем такой интересный момент характерный для английского важно его знать смещение согласно в русском оно очень 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 часто происходит мы все об этом знаем для нас это привычная вещь мы на это даже внимания не обращаем например вот я выделила слова мел мель для нас слышать мягкий или жесткий звук это важно поскольку без этого мы не будем понимать смысл то есть для нас мягкость звука это смысл образующий компонент так а в английском большинство согласных произносится твердо чтобы избежать смягчения английских согласных нужно следить чтобы кончик языка находился у вас у альвеол я напомню что альвеолы это пугарки за верхними передними зубами то есть например вы хотите звук л сказать в русском вспомните как вы говорите л мель л теперь попробуйте убрать немного язык от зубов переместить его к альвеолам и образовать языком такую так называемую ложку то есть спинка языка у вас должна лежать средняя часть языка не поднимается к нему язык занимает такую вогнутую вниз позицию и у вас немного меняется качество звука он становится уже не таким мягким интересно то что он и не твердый вот в английском и во французском этот звук л он какой-то и не такой и не сякой и ему не свойственно ни дополнительно смягчаться ни становиться более жестким он всегда примерно одинаковый вот исключением в английском языке звук л перед звуками и и ю он звучит более мягко например listen если мы вспомним такое слово слушай listen у нас звук получается он более мягкий также стоит обратить внимание что звуки звучат в английском несколько мягче чем ш и ж и часто такое слышу когда например слово она говорят ш то есть ну как бы ш и ш а то что там как-то он не так произносится какая разница вот независимо от того какой за ним идет гласный в английском для нас например еще может быть понятно что раз там и потом ну наверное можно там как-то смягчить это вот русская логика такая а если там например о или у нет это вообще невозможно это должно быть жестко все типа шу или шо вот это все неправильно в английском языке эти звуки немного мягче ближе будет для вас если вы вспомните о том как мы произносим звук щ ну как в слове щи допустим ну и по аналогии вы сможете понять что звонкий аналог да просто сделать пронести ж и немножечко теперь делать его тверже а здесь очень хорошо вам поможет умение копировать на слух и видеогид по произношению английских звуков я ссылку чуть-чуть позже вам на него скину прекрасная вещь которая помогает без преподавателя посмотреть какие органы что у вас именно работает при артикуляции нужного вам звука и как это должно звучать замечательная вещь жалко единственное что для французского такой нет по крайней мере я не нашла может она есть ну вот слово шо я написала здесь как пример чтобы вы поняли что звук не должен быть жестким но он и не мягкий то есть это не шо и не шо это средний вариант так это по поводу мягкости теперь я хочу немного внимания обратить на то секундочку вот полина пишет что карибский и латиноамериканский английский в песнях очень слышно ну это вот king of bongo а я поняла что это за песни я правда ее сейчас вам не спою в общем это к вопросу о том насколько насколько может норма быть важной для каких-то одних артистов и насколько другие могут ее игнорировать сейчас я бы хотела чтобы мы застрели внимание на четырех точнее не четырех получается а пяти звуков которые чаще всего по моим наблюдениям может быть не так у вас но чаще всего именно они вызывают проблемы у русских это английские звуки давайте с него и начнем вот описание как его произнести кончик языка находится у основания нижних зубов он не упирается в верхние зубы как при русском на попробуйте на и вниз теперь язык уберите нижним зубам а задняя часть языка плотно соприкасается с опущенным мягким негом это придает назальность определенную то есть гнусалость некоторого этого звука присутствует попробуйте произнести сейчас должно получиться примерно так этот звук есть в английском очень похожий звук есть в французском языке в русском его нет дальше направо теперь пойдем это звуки в русском нету таких звуков что тут происходит кончик языка касается альвеол то есть бугорком за верхними передними зубами и эта преграда которая у нас образуется она размыкается струей воздуха мы выдыхаем и у нас получается так ц ц этот звук с придыханием произносится и звонкий его так скажем собрат это д д д попробуйте сами сделать произнести опять же когда вы поете вам нужно помнить что при дыхании необходимо делать минимальными то есть если вы учите сейчас как произносить звук для какой-то песни например вам нужно забыть о при дыхании иначе у вас будет вот это вот поднять паруса только там будет т у вас выстреливать звукорежиссер будет ругаться и вы тоже будете подпрыгивать за то что это вообще такое происходит дальше пойдем левый нижний угол таблички это парни тоже звуки я не знаю насколько слышно особенно глухой звук микрофон что тут происходит кончик языка находится между зубами но не надо прям вытаскивать сильно чуть-чуть достаточно язык спокойно не надо его напрягать он расслаблен и струя воздуха проходит не надо тоже это делать слишком интенсивно между языком и верхними зубами попробуйте сейчас не спеша это сделать и соответственно звонки немножко наверное через микрофон это может звучать как какая-то безумная оса или там другое насекомое ну в общем если вы потренируетесь и поймете что вы делали не так допустим некоторые пытаются просто очень сильно выдыхать у них получается вот что-то такое а некоторые не заморачиваются они говорят либо русскую либо и отсюда рождаются такие вот слова которые в меню мы потом видим смузи хотя там никакое не смузи на самом деле там вместо звука должен быть вот теперь пойдем звуку как его произносить в русском тоже нет такого звука кончик языка поднят к заднему скату альвеол это опять же имеется ввиду альвеолы которые за верхними зубами находятся но он их не касается то есть некоторое расстояние между языком и вот этим скатом я вот еще когда работала с этим звуком с разными людьми обнаружила такое искусство с русским с русским звуком но если когда мы говорим у нас вот если вы пожужжите вы обнаружите как у вас язык какое положение занимает когда мы говорим у нас более языка положение больше похоже на ложку то есть вогнут приобретается если вы будете говорить сначала а потом уведете спинку языка вниз и чуть-чуть сместите кончик языка на себя у вас получится как раз звук и в чем еще отличие в русском явная вибрация происходит на этом звуке такой потрески не даже в английском он более однородный он больше как раз в этом смысле похож на звук ж так мне пишут вот да сам синг вот пример синг ну да это часто используется к сожалению так ладно спасибо и вернемся сюда презентацию в чем загвоздка в английском языке и в чем сложность в английском свой очень своеобразный путь развития в этом языке в этого языка и орфография за последние 500 лет я думаю вы можете представить как это много практически в нем не изменилось а вот произношение очень сильно изменилось поэтому произношение с орфографией очень мало общего имеет и когда вы будете заниматься песнями вам нужно помнить что в случае с английским очень мало правил универсальных правил чтения которые бы вам помогли там получается слишком много исключений и для каждого слова нужно смотреть как же его произнести поэтому именно в английском в английских словарях пишут транскрипцию всегда транскрипция передает символами как слово должно произноситься ну вот видеогид который я обещала как раз по произношению английских звуков вот ссылочка на него я знаю что вы ее не можете открыть вот отсюда из видео из презентации я все ссылки которые я показываю я их чуть позже вам скину просто в комментарии ну или если я вдруг забуду вы мне дайте напомнить пожалуйста об этом так теперь идем дальше дальше вот хороший тоже ресурс тексты песен с переводами и возможности прослушать медленно каждое слово вот ссылка там прям очень замедленно можно все прокрутить чтобы вам это помогло ссылку тоже я вам скину кому это интересно будет и мы идем двигаемся дальше вот универсальное правило для английского и русского языка которое нужно помнить вокалисту заранее надо решать как произносить безударный гласный для русского я вам пример показала вот это тысячи то есть бывает что например чем более классичен чем более классической манере артист работает тем он больше делает звуки безударных слогах похожими на ударные а в эстрадной манере немного по-другому это работает то же самое в английском языке например слово лимон в английском языке первый слог ударный лемон и вот когда мы его поем мы можем произнести лемен лемон лемон то есть по-разному вам надо заранее об этом подумать просто чтобы у вас не возникало каких-то там абракадабр ну и давайте к французскому перейдем у нас осталось не очень много времени и мы двигаемся постепенно дальше особенности французской фонетики чем удобен французский язык это опять же мое конечно же мнение но я считаю что об этом нужно помнить во первых тут есть в отличие от английского универсальные правила произношения или универсальные правила чтения конечно исключения тоже бывают но их очень мало на самом деле поэтому если вы один раз в жизни выучили правила чтения французского или там правила произношения для вас не составит труда получив новый какой-то текст или увидев новый текст разобраться как его правильно произносить второй момент это ударные и безударные гласные во французском более устойчивые более четкие и они произносятся одинаково то есть нет разницы ударный слог или нет для гласного это ничего не меняет то есть если у вас звук допустим а то он и будет звуком а независимо от того ударный это слог или нет вот тоже мое такое сравнение слоги в этом смысле в французском языке слоги похожи на бусинки такие они нанизываются друг на друга нету такого взаимовлияния как в русском допустим языке и такая более единообразная речь получается французском ну и пример вот слово комод просто оно и в русском и в французском мы говорим комод у нас в первом слуге такой призвук а присутствует а в ударном слуге получается о четко во французском же это будет комод то есть одинаково абсолютно что первое что второе хотя ударным будет второй слуг и третий такой положительный момент французского в нем больше гласных чем в английском и в русском и он таким образом более пригоден вообще говоря для вокала для пения то есть очень удобный такой язык хотя там есть свои неприятные стороны вот звездочку я тут поставила это просто библия я считаю для тех кто учит французский учебник Поповой Казаковой в ранних изданиях это два автора позднее Попова Казакова Ковальчук уже три замечательный учебник где подробно рассказывается как какой звук произносить и отрабатывается замечательным образом фонетика его легко найти он есть и в магазинах и в интернете его можно найти он свободно везде доступен так так идем дальше основные факты по поводу французского фонетика как и в случае с английским отличается очень от русской но однако же артикуляционно все-таки она к русскому ближе чем к английскому если вы учили оба эти языка то сможете сравнить на какой вам просто легче переключиться на французский язык переключаться легче то есть для наших для нашего аппарата речевого для человека которого родной язык русский проще переключиться во французский французскую артикуляцию чем в английском французский как и английский тоже подразумевает более напряженную работу органов речи чем русский и эталоном здесь является такой нейтральный французский Париж словом выражаясь так дальше специфические теперь явления давайте посмотрим которые есть в французском языке так вот такая свойственная явление свойственное французскому это связывание очень его хорошо на примере вот этой фразочки русской понять если вы произнесете это я ее уже открыл вы обнаружите что сложно со стороны если человек не знает русского он вряд ли поймет сколько слов вы сказали вот такое явление свойственно французскому языку слова объединяются в единые такие массивы их называют ритмической группой и ударение в этих группах падает на конец самой группы то есть нету отдельных ударений на каждое слово слово как бы теряет в этом смысле такую фонетическую обособленность границы свои и вот образуются такие вот массивы ритмические группы так ну опять же что хорошо есть правила конкретные универсальные во французском которые которым вот это связывание происходит и если вы их знаете то вам достаточно легко будет понять что делать с новым текстом с новым материалом во французском так же как и в английском смягчение согласных отмечается редко и обычно согласные произносятся твердо перед любыми гласными опять же есть исключения я вам напомню про ложку которую Нел держал на картине та же самая согласная согласный звук он мягче чем в русском но однако же он никогда не становится не полностью твердым не полностью мягким в русском амплитуда очень высока так идем дальше во французском есть носовые звуки это специфическая такая вещь которая в русском и в английском кстати говоря ну вот за исключением того звука да о котором мы говорили но это не совсем все таки то что во французском так в образовании носовых вот этих вот гласных в чем специфика участвует носовой резонатор чтобы его включить что нужно сделать опустить мягкое нёво этих гласных всего четыре и то сейчас язык упрощается и постепенно выделяют сейчас уже ярко выраженных три ну вот я когда еще училась мы изучали четыре гласных звука носовых вот если вы например слово александровна произнесете вот в слоге сам да александровна близко близкий вот этот вот а к носовому но все-таки не совсем нёво попробуйте мягко опустить когда вы говорите у вас звук пойдет в нос и все вы имеете уже носовой звук таким образом это происходит ошибка типичная для русских это произносить в конце этих носовых звуков согласный н или м на самом деле этого делать не надо их там нет они могут быть написаны буквами но звука в звуке никакого согласного нету в этом нужно помнить теперь о французской да или ну как грассированная есть типичный такой миф на эту тему важность этого звука она преувеличена существует на самом деле два типа этого звука наиболее распространено грассированное оно образуется либо из-за вибраций маленького язычка нёбного язычка как происходит когда мы рот полоскаем вот таким вот образом либо из-за трения которое когда воздух выдыхаем из легких он трется о край мягкого нёба и задней части языка при этом маленький язычок у нас напряжен но он не вибрирует это похоже на украинскую или южную вот такой эффект то есть если мы его усилим или вот как всплевывают некоторые такой вот получается более такой резкий сухой и другой тип звука он похож на русский то есть у него нет никакой картавости он просто менее резок и менее раскатист он образуется из-за того что вибрирует кончик языка поднятого твердому нюнку это просто вот если вы вспомните певицу певица долида как раз она никогда насколько я знаю грассированную не использовала у неё второму типу это ушло и это не дефект речи то есть это нормальное явление и есть французы которые говорят таким образом поэтому если у вас вдруг не получается полоскать рот или говорить вот это вот или что-то ещё такое не расстраивайтесь просто произносите второй вариант этого звука такая вот такой совет ещё одно явление во французском это немая ну или беглая она такой интересный очень звук о нём вокалисту нужно знать потому что вокалисты когда видят текст обязательно должны слушать как поёт человек как поёт артист в оригинале чтобы понять где именно этот звук произносится а где нет он такой нестабильный и в песнях чаще он присутствует чем в речи потому что таким образом мы насыщаем вокал гласными и получается более благозвучно то что мы поём вот как пример такое слово либо пти да мы можем выбраться пти либо пти вот в зависимости от того что у нас перед этим словом будет либо пти либо пти но нужно смотреть всегда слушать как действует артист в оригинале ещё одно свойство французского это энергичное очень размыкание конечных согласных вам даже может показаться что после последнего согласного в слове есть какая-то гласная но на самом деле это не так то есть лучше вот с комод я говорила вот мы же не говорим д в конце мы говорим ты у нас во-первых оно улучшается во-вторых просто стирается и даже если комод скажем постараемся звонко произнести не будет такой четкости во французском если это то это везде неважно в конце слова в начале что я ещё хочу чтобы вы помнили никогда не переносите акценты из одного языка в другой у меня было много ситуаций когда человек учил в школе допустим английский и решил начать учить французский или наоборот и он начинает зачем думает что раз язык иностранный значит всё надо переключаться в ту позицию артикуляционную которая ему известна как иностранная и работать из неё и начинаются какие-то странные очень звуки например в английском вот идёт ц и д да мы иначе произносим в русском и во французском мы произносим звуки т и д практически так же как в русском языке и надо вот это вот сочинять с английским потому что это ещё даже будет в итоге хуже чем вы можете себе только представить вы смешаете там русские какие-то явления и французские и английские в кучу в итоге получится что-то страшное поэтому если вы говорите на французском забудьте об английском если вы говорите на английском забудьте о французском такое универсальное правило что-то пошло не так и вот ссылочка которая по которой произношение можно посмотреть так дальше заканчиваем постепенно универсальные правила для трёх языков хочу вам сказать чтобы вы помнили то есть и для русского и для французского и для английского они действуют соглашение вернёмся к ним распевать согласные не надо мы распеваем только гласные а гласные должны совпадать с битом я сейчас объясню это а согласные произноситься чуть раньше бита бит это пульс музыкальный он может быть в случае песен выражен ударным вам необходимо чтобы гласный у вас попал в бит а согласный был чуть раньше вот представьте что вы считаете раз два три четыре у вас такой вот бит можете там хлопать себе или топать как угодно и вам надо спеть какой-то такой слог ну он выдуман естественно в губке такого ничего нет но это бывает иногда в других языках когда вы увидите что-то такое вы можете обалдеть потом обнаружится что вот когда это правило так как-то надо применять вот это вот колыманомбр в начале оно должно у вас попасть до удара то есть вы должны подготовиться и чуть раньше эти все согласные произнести чтобы у вас а попало на удар понимаете о чем я говорю иначе у вас получится если вы с ударом начнете согласно произносить получится так раз два три четыре колыманбра вы только на два или там уже даже на три успеете дойти до гласного вам надо заранее это сделать чтобы у вас вот так раз два три колыманбра и так далее вот я надеюсь понятный момент он редко вам когда будет нужен но иногда бывает теперь о звуках они как и ударения могут меняться исчезать и добавляться это свойственно и русскому английскому и французскому поэтому нужно наблюдать как поется в оригинале обязательно так идем дальше есть такая хорошая штука для вокалистов международный фонетический алфавит на английском вот IPA на французском наоборот будет API то есть меняется что это такое это система знаков для записи транскрипции для всех языков и она опять же используется по всему миру она единая очень удобная вещь она используется не только певцами но и так же переводчиками актерами лингвистами и так далее чем она занимается она упрощает для нас задачу для тех кто поет например каждому звуку различимому в звуке предоставляется какой-то символ свой уникальный и в итоге образовалась такая система символов универсальная для всех языков она состоит из 107 сейчас символов и есть еще дополнительные наборы значков которые передают например такие явления как скрип и так далее вот широко используют МФА классические певцы особенно среди англоговорящих которые редко поют на родном языке и существуют авторитетные транскрипции оперных либретто я не искала честно говоря в интернете но думаю что можно найти вот есть таблицы МФА для русского и для английского для французского языка они в интернете в свободном доступе вы можете легко найти так и перейдем к последнему нашему разделу чуть-чуть уже времени совсем осталось как работать с текстами текстами песен что вам понадобится главный реквизит для работы это зеркало обязательно маленькое большого хоть какое это не важно также вам пригодится телефон или ноутбук чтобы вы могли делать аудиозапись и очень пригодятся скороговорки это конечно не реквизит но это ваша подготовка это штанги для вашего артикуляционного аппарата скороговорки есть как в русском так и во всех других языках их тоже легко довольно таки найти в интернете можете потом посмотреть и тренироваться алгоритм достаточно простой подготовка вам понадобится обязательно текст песни и перевод ну вот опять я ссылаюсь на сайт вот этот Learsense он просто в нем очень большой выбор и удобно представлена песня на оригинале на оригинальном языке слева справа идет перевод причем там зачастую не один вариант перевода можно увидеть и это бывает очень удобно текст и перевод нужны потому что если вы перевод не увидите у вас не будет никогда понимания о чем вы поете без этого невозможно донести мысль вот эту вот энергию эмоцию до вашего зрителя поэтому обязательно вы должны до начала работы с песней прочитать перевод можно вот в нескольких вариантах можете также распечатать его вам будет удобнее с этим работать потом обязательно у вас должен быть текст перед глазами когда вы работаете с песней причем я предпочитаю например в случае с иностранными песнями чтобы он был не на электронном носителе а написан чтобы можно было легко по метке какие-то дописывать прям не заморачиваясь на то какая у вас там кодировка сейчас на компьютере и так далее может ли компьютер какой-то символ написать рукой его написать быстрее и прочее и всегда у вас должен быть эталон какой-то если вы берете какую-то песню с ней работаете обязательно об этом помните на эталон надо ориентироваться когда на что вот именно обращать внимание надо когда оригинал слушаешь это на дыхание на то когда артист берет дыхание это обычно бывает хорошо слышно также обращайте внимание на дополнительные звуки которые может быть не очевидны вы допустим знаете английский или французский а смотрите текст а артист поет что-то там дополнительное для того что в тексте нет дополнительный звук какой-то появляется нужно об этом помнить что такие сюрпризы случаются или бывают беглые звуки как во французском когда какой-то звук по идее он должен читаться в речи если то он будет а в вокале его почему-то нет также обращайте внимание на ударения на вот эти вот ритмические что именно в них объединяются какие слова потом вам понадобится обращать внимание на связки между словами если они есть например в английском бывает появляется звук связующий между словами во французском з часто возникает и вам здесь конечно очень пригодится умение копировать звуки но я рекомендую вам отказаться от копирования слепого такого копирования эмоций оригинала артиста которого вы за эталон берете особенно если вы не знаете перевод потому что менталитет все-таки и опыт жизненный у нас отличаются и мы часто эмоции которые допустим англичанин переживет одним образом мы их переживаем по-другому поэтому там то место где он допустим на разрыв там что-то кричит вы может быть совсем не так на самом деле это будете передавать своему зрителю и при этом это не будет менее сильно то есть вот об этом надо помнить если у вас плюсов нет плюсовки да и видеозаписи нет такое бывает то вам обязательно тогда нужны ноты без этого вы просто никак не справитесь и там должно быть подписано прям под каждой ноткой слогами на какой звук что у вас именно поется и вот в этом случае если плюса нет и видеозаписи вам очень прям понадобится педагог к сожалению вот абсолютной самостоятельности добиться все-таки нельзя так теперь второй момент в алгоритме это построчная работа с текстом причем я обращаю ваше внимание это еще не пение мы здесь не поем мы разговариваем как бы здесь что мы тут делаем мы тренируем совмещаем наша задача здесь совместить цель совместить текст со звуком то есть мы вот услышали песню и перед нами есть текст что это вообще за значки как они соотносятся с тем что там артист поет для нас вообще это непонятно вот нам надо обязательно для себя совместить как это все происходит ноты вам кстати помогут очень сильно в этом деле как это построчная работа как она происходит вот с помощью ссылочек ну и вы можете найти опять что-то сами в интернете вы выясняете какой какой звук как произнести это бывает очень сложно сделать и это бывает очень долго вот видеогид например на английское произношение я там показывала ссылку она здесь вот опять сейчас указана там прям такой комикс то есть нарисован речевой аппарат в разрезе что именно работает и со звуком это совмещено и легко понять что это такое получается у вас на выходе также вот на сайте Learsense есть раздел с английскими песнями и вы можете на каждое слово кликнуть и услышать как именно оно произносится это вам поможет для французского вот такого нет но есть вот сайт такой вот самый последний сейчас на слайде вы его видите там в скобочках я написала транскрипция МФА он помогает перевести текст то есть вы копируете просто текст вставляете его на этом сайте и он преобразует это в транскрипцию МФА и вы дальше прямо на том же сайте есть ссылка на табличку МФА открываете ее и смотрите что это за звуки такие дальше вы заходите например в учебник Поповый Казахов на который я ссылалась и смотрите как этот звук произнести путь конечно долгий и это потребует у вас большой работы но я не знаю честно говоря как это сделать быстрее именно самостоятельно мы сейчас говорим о том как вам самостоятельно эти вещи решили дальше о построчной работе чтение необходимо обязательно читать в медленном темпе и соблюдать прямо в каждой строчке вы расшифровали вот то что я сейчас рассказываю как это делать у вас строчка уже более-менее понятна вы ее читаете медленно соблюдаете ритм песенны и акценты которые расставляет артист и периодически под плюс пробуйте плюс будет быстрее сперва да если только это не какая-то очень медная композиция и исправляете исправляете ошибки делайте это прям очень-очень усердно потому что важно не запомнить неправильно то есть вам надо сразу же замечать где вы ошиблись так и вторая часть алгоритма продолжение и завершение это посрочная вокальная вы начинаете петь то есть то что вы до этого не пели а монотонно произносили теперь вы поете как это все происходит здесь несколько видов работы это пение под плюс но это если ваша тональность пение в медленном темпе АКП то есть без всякого музыкального сопровождения вы поете пробуйте совмещать то что вы до этого проговаривали уже с мелодией пение под минусовку и пение караоке если у вас есть ну в интернете в принципе тоже есть сайт из караоке достаточно удобно им пользоваться чтобы посмотреть на какой слог что попадает ну либо вот вы можете нотами пользоваться в этих целях дальше четвертый этап это запись ну вы можете записаться хоть на диктофон хоть на телефон хоть на что не важно и обязательно послушать что у вас получилось и сравнить желательно конечно чтобы вы это делали не в одиночку а с кем-то еще и еще более желательно чтобы кто-то еще знал язык и помог вам несоответствия какие-то обнаружить потому что бывает очень сложно человеку для которого фонетика чужая понять в чем вообще разница ну и вот хочу отметить я такие вещи ну и важный пункт повторять все начиная с пункта 2 вплоть до момента когда вы не почувствуете что у вас все отлично складывается на что вы еще должны обратить внимание если у вас только есть оригинал да эталон который вы берете к нему обязательно надо возвращаться даже если вы язык учили вот важно корректировать по ходу дела и понимать что речь и вокальная речь они могут не совпадать вокалист поет вот каким-то образом не просто так он этот способ выбрал потому что скорее всего удобнее именно вот в этой строчке в этой песне спеть таким вот образом для вас это такая подсказка чтобы вы не мучились как там именно надо вот здесь произнести там эту букву не произнести а вот послушайте как в оригинале и возьмите это себе на заметку и сделайте так же скорее всего это будет самый простой также я вам очень рекомендую смотреть видео с живым выступлением артиста причем именно с живым не клип потому что когда делают снимают клипы очень часто там совмещает ну даже не часто а всегда видео дорожка одна а аудио дорожка другая и совпадения там нет а в живой записи с концерта например вы увидите как именно у артиста работает работают мышцы лица увидите то есть его мимику выясни поймете где он дыхание берет например и какие-то вот такие моменты которые на аудиозаписи обособлены вы можете вообще не заметить или там в клипе вы можете не увидеть так идем дальше мы уже в общем заканчиваем ну и вот когда это все повторяете повторяете да в итоге вы молодец у вас получается сплошная польза и зритель будет доволен вот я боюсь что у нас всего 5 минут просто остается я боюсь что мы не успеваем пример разобрать так сейчас секундочку ну быстренько постараюсь вам рассказать это французский текст я специально взяла песня с днем рождения я тебя вы ее все знаете она есть и на английском и на французском поэтому вам будет легко вот так она слева вы видите как она на французском и справа перевод он вам будет понятен третью строчку я просто так написала дорогой папа там может быть дорогой Вася там дорогой кто-нибудь или там что угодно да но они берут вот слово шех и дальше там имя ну или именование вы берете вот это вот вы видите текст и слышите там пойдет это что это вообще как это все непонятно вы берете текст копируете вот это вот сейчас я выду режим мне надо поменять секундочку что я делаю сейчас один момент так непонятно ага видимо вот это да сейчас смотрите вот на экран просто делиться берете значит заходите на сайт который я четвертым написала он помогает вам превратить это все в символы МФА международного фонетического фонета вот значит транскрипция слов здесь выбираете французский нажимаете я просто уже ввела и вводите незнакомые вам слова вот сюда вот это окошко а потом вот здесь у вас потребуется ну это защита от потов типичная вещь отправить и вот здесь международный фонетический алфавит указываете вот у вас появляется вот такая вот абракадабра то есть внизу текст идет вот он цветом выделен а поверх идет что это за обозначение символов вы открываете таблицу ну или можете ее даже не открывать можете сразу открыть учебник Поповой Казаковой и посмотреть например звук допустим звук А Гласный вот открываем Попово Казаковой и смотрим где у нас тут звук этот объясняется в первом уроке страница 24 мы туда идем так это уже другая страница да вот он и смотрим вот Гласный А читаем Гласный самый открытый Гласный переднего ряда при произнесении этого звука рот раскрыт довольно широко как вот моя преподаватель фонетики говорил в университете ну и это не она придумала это такое обозначение четвертая степень открытся тертан то есть шире вы его уже открыть не можете самый широкий язык лежит плоско кончик языка упирается в нижние зубы язык более напряжен чем при произнесении русского А челюсть опущена и вы это делаете А А А А пробуйте и так про каждый звук это довольно долго но вот к сожалению такое я нашла не знаю как это еще самостоятельно так работайте с каждым звуком дальше по строчке вот мелодию вы знаете и вот вы пробуете читать это и так далее проработали построчно и дальше поете уже дальше идем про педагогов теперь расскажу быстренько какие к ним требования и что вообще надо помнить когда они нужны вам прям точно это во-первых когда у вас нет эталона по которому петь это я вот уже упоминала то есть нету вообще ну какая-то песня вам нравится почему-то откуда вы ее узнали а никто ее не можете найти в интернете никакую ни запись ничего нет бывает тогда нужно обязательно педагог потом если символы языка вообще чужие например там китайский или еще какой-то другой язык тогда вы ну не сможете скорее всего обойтись потому что для вас будут какие-то рисуночки непонятные что с ними делать как их совмещать вам надо будет либо осваивать этот вот алфавит плотненько международный либо обращаться к преподавателю и он вам поможет тогда в этом я правда не знаю если честно кто с китайским работает и никогда я не встречала человека который бы русскоговорящего который бы хотел звучать какую-то песню на китайском но наверняка такие есть так каким должен быть педагог он во-первых и это самое важное он должен знать язык и не просто знать он именно вот эти вот моменты как произнести тот или иной звук он он должен уметь вам это объяснить и понять что вы делаете не так то есть это такой богопед своеобразный только для английского французского или итальянского и желательно чтобы он понимал как с вокалом соотносится фонетика если вы найдете педагога по вокалу который знает язык который вам нужен это вот идеальный вариант ну насколько я поняла таких не очень много ну некоторые работают допустим есть те которые там только с английским например работают с французским они не работают но вы в общем-то можете найти не вокалиста вообще а репетитора нанять по там английскому или французскому или другому языку и тогда вам чтобы все прошло гладко вы должны ему прийти к нему подготовленным с чем вот к нему идти это во-первых текст вам надо подготовить причем желательно вы заранее ему его отправьте и запишите заранее вопросы которые у вас есть то есть какие вот именно звуки вас интересуют ну или если тотально там у вас все плохо ну тогда прям вот полностью да и объясните ему что вам это именно вот песня вам нужна что вам не важно вы ей говорить вам неинтересно на этом языке вы песню хотите выучить конкретно вот ну и если вы все это сделаете да все будет хорошо и вы будете довольны и часто бывает даже что зрители для которых язык родной на котором вы поете они не слышат разницы то есть вы настолько хорошо подготовились что непонятно носителям что вы языком не владеете вот на этом в общем все чуть-чуть мы вышли за рамки я надеюсь что я еще в эфире всем желаю удачи спасибо кто слушал меня ниже мои контакты в комментарии я обязательно еще раз напишу все ссылочки на которые которые я упоминала в этом вебинаре если вы хотите презентацию получить вы мне напишите не важно где я вам вышлю ее и надеюсь что вам полезно было все это услышать вот сейчас я уже буду выходить из полноэкранного режима так вот помашу вам сейчас рукой чтобы вы понимали что это я вот это я я вела вебинар специально для вас спасибо большое пишите свои комментарии если вам видео понравилось я его немножко обработаю обрежу начало потому что там было полчасовое молчание в начале и вы уже это в эфир в ближайшее время ну и надеюсь это будет вам полезно и вашим друзьям пожалуйста делайте репосты распространяйте и всего вам доброго спасибо за участие все я отключаюсь до свидания